Дорогие коллеги, давайте продолжим наше заседание. Сейчас я предоставляю слово Моисеевой Марии Александровне, которая представляет Институт искусствознания и тема доклада Марии Александровны «Хоризонтальные трубы испанского органа. История. Конструкция. Звучание». Спасибо. Каждый, кто хоть немного интересовался эмоциональными органными школами, знает, что самая яркая и отличительная черта испанского органа – это трубы, которые расположены на фасаде «Хоризонтальном», параллельно полу. Для тех, кто никогда не сталкивался с этим явлением, покажем иллюстрацию, чтобы было проще вести разговор дальше. Первая иллюстрация, да. Можно их заправить. Погасить можно? Все, да. Так, все, все. Прогрежение не надо. Ну, как виднее, и на самом деле будет очень много иллюстрации, поэтому если что-то непонятно, то будет дальше понятное обязательное. Вот это конференция. Хорошо. Понятно, почему именно эта осознанность первой приходит в голову, в словах «испанское органное настроение», потому что ее видно невооруженным глазом. Тем не менее, установка таких труб на фасаде трещет за собой массу незаметных на первый взгляд неженервных проблем. И помимо того, что эти трубы хорошо видно, их еще очень хорошо слышно. Во-первых, благодаря положению раструбок, а во-вторых, эти трубы всегда относятся к так называемой безычковой группе, большая часть которой и без того звучит громко. Очень-очень кратко скажу, что трубы органа делятся на две большие группы, отличные по темпу. Вторая иллюстрация. Это группа лопиальных и язычковых труб. Слева мы видим глупиальный круг. Принцип звукоизвлечения, а в чем-то и темпы, похож на блок клейка. Столк воздуха разбивается от так называемого гугу, и появляется звук. А справа труба язычковая. В ней звукообразование происходит за счет колебаний металлической пластины, вот там она специально отмечена, которая, собственно, называется язычком, и темпор их сравнил со звучанием трубы, фаготы или габоя в зависимости от конкретного случая. Вот о таких трубах, да еще и расположенных горизонтально, мы будем сегодня говорить. Но обо всем в порядке мы начнем с исторической справки. Первыми на фасадах испанских органов появляются в горизонтальном виде короткие язычковые трубы. Зафиксировано несколько таких случаев уже в 16-м столетии, но короткие трубы не так хорошо видно, не так хорошо слышно, и настоящая революция происходит в середине 17-го века, когда на фасадах органов начинают устанавливать длинные геренантальные трубы. Точкой отсчета считается 1659-й год, когда выдающийся органостроитель брат Юсеф де Чевария впервые установил такие трубы в городе Алькарадо и Нарис. Впоследствии он еще не раз повторит этот прием своих инструментов, но главное, что это начинание подхватить его последовательности. Нужно заметить, что на вид то, что сделало человек, все равно пока отличалось от того, что мы привыкли видеть, ну вот эти только что видели на первой иллюстрации. Трубы выступали из корпуса органа лишь наполовину своей длины, потому что иначе они постепенно прогибались под действием гравитации. И способы поддержки геренантальных труб были придуманы позднее. Здесь мы нашли иллюстрацию 3. Это собор Малаги, органы уже 18-го века. Здесь хорошо видны металлические полоси, которые поддерживают труб на фасаде. Но на самом деле они на фотографии хорошо видны, а вообще в глаза такая поддержка не бросается, так что эстетически это удачное решение. Тембрально-горизонтальный регистр, который установила Чевария в 1659 году был по регистрам тромпета. Напомню, что регистром называется группа труб органа идентичных патентов. И распространялся этот регистр только на верхнюю половину клавиатуры. То есть он охватывал звуки от до диезы первой октавы и до конца диапазона вверх. Расположенный горизонтально, такой регистр тромпета получил имя Клорин. Вообще регистры органы, особенно язычковые, очень часто называются именами реально существующих или когда-то существовавших рукавых инструментов. И если Промпета это труба, то Клорин это специальная военная труба, пронзительная, часто использовавшаяся для отбивления войны, как гласят словари того времени. Запомним этот нюанс, он же вам уже пригодится. В 80-е годы 17-го века появляются уже горизонтальные трубы низкой кислоты, ниже до диезы первой октавы. И излучание уже никак не напоминало высотную военную трубу, и они получили название Бахонсио. Это уменьшительное слово Бахон, инструмент вроде старинного погода. Ну и горизонтальные регистры, которые охватывают всю целевую клавиатуру, тоже получили свое имя. Тромпета де баталья. Дословно труба для битвы, военная труба, то есть синоним слова Клорин. Видите, опять у нас есть военная тематика. Далее происходит активное расширение группы язычковых фасадных регистров. Это были регистры с трубами разной длины и разной конструкции. Как и другие данные регистры, они звучали какие-то в реальной своей высоте, какие-то на октаву или выше, какие-то на октаву или ниже. И даже в XVIII веке зафиксировано несколько случаев, когда язычковые фасадные регистры были настроены на кабинку выше остальных. То есть, ну вот, если организмов мало, мне давать подробности, то есть мы фактически получаем язычковые олимплоды. Все это многообразие получило название лингвиверея экстериор, то есть внешние язычковые регистры, в отличие от внутренней, которые у нас находятся по ту сторону фасады. Или же более политическое имя артиллерии дейвика, то есть военная артиллерия. В очередной раз у нас мелькает с темой войны, позднее посмотрим, как же арганисты при помощи в горизонтальном футбе воевали. В середине XVIII века большой арган в крупном соборе мог быть просто усеян уже горизонтальными языками. Нужно при этом понимать, где именно чаще всего располагался арган в испанском соборе. Четвертая иллюстрация. Первая часть иллюстрации это вид на собор сверху. Вот мы видим центральное, это два боковых депла и арксиды на самом верху. Нижняя часть иллюстрации это здание прозреть. Орган, а часто два органа, вот как здесь нарисовано, находились между колоннами центрального депла, внутрь которого и выходил фасад. Изначально задняя стенка, выходящая на боковой депла, была закрыта, но постепенно ее начали оформлять сначала декоративными нимыми трубами, которые не звучали, а просто были похожи на трубы, а потом стали, стали куда-то и звучать. Не трудно догадаться, что было дальше. Когда на основном фасаде в великом множестве появились горизонтальные трубы, мастерану захотелось урновизить инструмент с другой стороны. И в 1742 году органостроитель Петро Леворн и Чевария младше, строя орган в соборе саламанки, предлагает располагать трубы, цитирует так, чтобы на фасадах все выглядело одинаково, что с одной стороны, что с другой. Итак, органообрастает множеством горизонтальных труб, одни регистры звучат высоко и вразительно, другие издает низкие рычащие звуки, но теперь вспомним, что чем ниже нам нужен зон, тем длиннее нам нужна труба. И самые нижние звуки, самых нижних регистров потребуют труб такой длины, что никакая система поддержки этому уже не выдержит. Как же решали эту проблему мастера? Очень просто. В тесситуре левой руки просто не устанавливалось очень низких регистров. И в результате левая рука, левая часть клавиатуры звучит подчас выше, чем правая. Если мы играем какие-то торжественные аккорды, это не имеет никакого значения, но хоть сколько-то более диск на репертуаре, это уже становится проблемой для композиции. Вот одно из решений, которое мы находим у композитора Мануэля Нагио. Пятая иллюстрация. Разрез между руками может показаться очень странным, если не знать, чем он обусловлен. А если как раз представить себе, что в левой руке у нас звучат регистры на октаву или две выше, а в правом реальном звучании или ниже, то звучание получается вполне уравновешенным. Следующая невидимому глазу проблема, с которой столкнулись мастера, была очень серьезной, но прежде чем подойти к ее описанию, обратим внимание на разнообразие рисунков расположения на фасаде вот этих самых горизонтальных труб. Горизонтальные трубы могут быть расставлены будто бы по росту. Иллюстрация 6. Ну, то есть, вот так вот в ряд. Но чаще мастера пытаются придать фасадным горизонтальным трубам красивую форму. Некоторые типы расположения получили даже устоявшиеся названия. Например, «Ава-Мария». Из-за того, что трубы, располагаясь двумя рядами, образовывают как будто бы первые буквы слов «Ава-Мария», букву «А» и букву «М». И мы сейчас увидим схему этой иллюстрации 7. И сейчас увидим ее реализацию. Иллюстрация 8. Ну, то есть, вот так вот это выглядит непосредственно на органе. Сейчас посмотрим просто, чтобы получить такой вот нужный нам для дальнейших разговоров зрительный опыт на разные варианты фасадов с горизонтальной шлюблой. Это будут у нас иллюстрации 9, 10 и 11. Вот. Здесь мы видим, что может быть расположение вокруг круглой башни. Это Марчена, Севилья. Вот. Это близкий вариант к тому, что мы видели. Вот. Это собор гранаток. Здесь, вы видите, такими крыльями расположены трубы. И, опять же, органисты знают, что такой любопозитив. Видите, трубы есть горизонтальные даже на нем. То есть, трубы действительно, где можно поместить горизонтальные трубы, везде, они будут помещены. Итак, где же троится обещанная, но серьезная проблема? Подумаем, как в органную трубу поступает воздух, который заставляет ее звучать. Внутри органа трубы стоят на так называемой предплате. Ящики, которые распределяют по ним воздух. В Испании он назывался секретом. У нас приезжался немецкий термин Миннадо. Можно было бы нарисовать тему, схему, но я думаю, что никто не будет против, если мы немножко...